Инженер Жакетчик Владимир Ярнуков. Вас интересует здание? Вы здание, да? У вас очень необычное здание. Про здание, что можно сказать, значит цель была такая, чтобы она была максимально дешевая, максимально надежная, максимально теплая, максимально светлая, ну и за счет этого, чтобы там свежий воздух был. Мы обычно не уделяем внимания, особенно в городских комнатах, вообще нет вытяжки никакой. Ну здесь вот первые четыре компонента достигаются максимально дешевые. Оно состоит из стойк, между стойками раскосы, здесь сейчас не видно, все закрыто. Теплая за счет того, что там четыре слоя утеплителя. Обычно даже в очень дорогих домах так не делают, столько утеплителя. Утеплитель вот был дешевый, сейчас подорожал два раза. Ну что, светлая за счет того, что окна тут в ряд. Вот тут пока пленка, нам надо натянута. Там светло, там у нас на подоконниках, ну получается как парни, получается там на подоконниках всю зиму можно выращивать. Картошку, например, прям молодую картошку. Ну что, за счет всего вышесказанного получается легкая. Из-за того, что она легкая, фундамент, ну просто столбы. Просто столбы, вот. Ну стоит она уже у нас шестой год, за это время было так штук десять бешеных ураганов. Пооторвало нам терпулин. Почему? Потому что материал настолько молодой, что в интернете нет сведений сколько лет он может простоять. Опытным путем выяснилось, что вот синий тонкий терпулин не выдерживает нагрузок. А вот белый он потолще, он прекрасно все это выдерживает. Сейчас вот заменяем. Оторвало синий, заменяем белым. Ну вот, собственно, вот на первом этаже я уже зимовал. Первый этаж это школа, ну как мы называем, а так детский кружок, так сказать, ручного творчества. Ориентированный на робототехнику, но не такую, как вот распространено на основе там конструктора лего, а все своими руками. Все детали, все составляющие, все своими руками. Значит, шесть предметов у нас входит программа. Три школьных физика, математика, информатика и три не школьных. Это радиоэлектроника, программирование и механик. Отталкиваться от того, как устроена ракета. Минимум массы, так сказать, и максимум прочности. Ну, а минимум массы, это значит минимум денег. Для ракетчиков это не новость, а для строителей почему-то вот боятся. Они все по старинке как-то много материала, потом холодно там в домах. Пока идет стройка, тут все навалено. Первый этаж он безопорный, то есть тут нет перегородок. Те этажи держатся за счет перегородок, там комнатки. Это мы там жить будем, у нас дом сгорел. А за счет этого получается, что самый нагруженный этаж, ну во время ветра, например, ветровых нагрузок, основная нагрузка на первый этаж. Те этажи вот его расшатывают. Ну вот пришлось сделать такую корабельную конструкцию, вот вы видите. Проблема с расшатыванием решена теперь. Ну вот, будем первыми. Если все, как говорится, сработает, я думаю, весь мир будет строить именно так. Один этаж, вот по ценам до подорожения, он в районе 100 тысяч рублей на материал. Три этажа 30 тысяч, фундамент, он меньше 50 обошелся. Просто столбы, ну вот безцементные столбы, туда вставлена арматура и заряды бетоном. Арматура выглядывает загнуто и в переводы вот так вот, как медвежий капкан. Тут вообще было опасно, что он может просто ветром унести, чтобы его не отрывало от фундамента. Везде он к арматуре вот так привязан. Ну, собственно, все. Крыша плоская, входящая. Там еще прозрачный попол запроектирован. Когда все будет закончено, можете приезжать. Идею я дарю. Ермаков Вадим Александрович, инженер-рокейщик для Глобальной Волны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...